МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, насколько именно будет продлен карантин и как все это будет. То есть утвержденной стратегии как таковой нет. Что касается Таллина, то у города есть какие-то собственные полномочия относительно того, как действовать? Или вы тоже ждете отмашки из дома Стенбека? Ну, определенные принципиальные решения нами уже приняты, потому что нам необходимо планировать на ближайшие месяцы деятельность и городской управы. И в определенных сферах нужно заранее принимать решения, независимо от того, как будет развиваться обстановка. А обстановка будет развиваться, мне кажется, даже при благоприятных условиях, не так быстро, как хотелось бы в сторону улучшения. Давайте здраво оценивать ситуацию. Посмотрим на статистику, у нас более полутора тысяч заболевших. Я напомню, что развиваться эпидемия осталась количеством 20 человек. И тогда мы уже забили тревогу. Сейчас более полутора тысячи, и в то же время у нас есть ощущение, что опасность позади, и мы начинаем расслабляться. Напомню еще, что развитие эпидемии началось практически с двух мероприятий. И сейчас, когда я вижу на улице, как люди достаточно свободно начинают общаться между собой, избиваться в группы, то возникает чувство опасности. Какие принципиальные решения принял город? Уже стало известно, что, скажем, город призывает отказаться выходить на улицы 9 мая. Будут отменены все крупные мероприятия, которые ранее были запланированы на июнь-июль. Что еще можно отметить? Ну, если говорить о перспективе в несколько недель, то мероприятия в принципе не могут проходить, потому что мы живем в положении, когда все ограничения по-прежнему действуют. 9 мая – это, наверное, особая тема, потому что здесь никто не вправе что-либо запрещать. Любой человек может прийти на кладбище, может прийти к памятнику, но делать это все вместе 9 мая – это означает способствовать массовому скоплению людей. И я возвращаюсь к тому самому вопросу о том, как с одного маленького мероприятия может вспыхнуть эпидемия. И здесь, конечно, мы все должны понимать, что в этот значимый для многих день мы не можем допустить, чтобы он стал трагическим. А что касается вот таких крупных и традиционных мероприятий, как Дни Старого Города, Дни Моря, они могут быть передвинуты на более поздний срок или в этом году про них лучше вообще забыть? Здесь есть еще и организационный момент. Крупные мероприятия готовятся за несколько месяцев, иногда за год. И невозможно дожидаться развития ситуации, надо решать сейчас. Не говоря уже о том, что это международные мероприятия, здесь мы понимаем, что мы не сможем принять гостей из-за границы в любом случае. Поэтому решение уже принято. К сожалению, морских дней в этом году не будет. Это уже принято решение. День Таллина и Дни Старого Города были отменены еще раньше. Мы решили, что у нас будет оперативная готовность этим летом провести мероприятие в зависимости от ситуации. Новое, интересное. Потому что мы понимаем, что очень многие таллинцы в этом году останутся дома и не получится никуда уехать. Мероприятия, которые являются традиционными и требуют сложной и долгой подготовки, они действительно отменены. Но если ситуация позволит, я обещаю таллинцам, что мы сумеем оперативно придумать в течение лета различные доступные бесплатные мероприятия. Что касается досуга в более мелком масштабе, когда будут сняты ленты, например, с детских площадок, со спортивных площадок, уже слышно о том, что Таллинн собирается все-таки в ближайшее время разрешить спортсменам выходить, заниматься, тренироваться на улицах. Как здесь стоят дела? Какова ситуация? В данном конкретном случае Таллинн не может принять решение. Прежде всего, на уровне государства должны быть приняты решения о том, продолжится ли особое положение или нет. Что касается подготовки, у нас намечен план, действительно, как мы будем готовить спортивные детские площадки к выходу из особого положения, как они будут дополнительно продезинфицированы. Но нет точной даты. Мы все понимаем, что пока ограничения действуют, доступ к этим площадкам, к сожалению, невозможен. Мы сейчас все живем в таком подвешенном немножко состоянии. Непонятно, что будет дальше. Никакого четкого плана с четкими датами нет. И это, в общем-то, объяснимо. В этой связи вот такой вопрос. Насколько тесно вы сейчас общаетесь с премьер-министром и лидером Центрической партии Юрий Ратасом? Наверняка эти контакты довольно плотные. Ну, у нас, безусловно, есть рабочие контакты, которые необходимы в данной ситуации. Но в любом случае на уровне города нам зачастую приходится принимать оперативные решения. Да, ну просто вот я к чему. Хотел бы попросить вас прокомментировать вчерашнее его заявление в передаче интервью недели на канале ТВ+. Ратас сказал, что правило 2 плюс 2 могло бы стать нормой и не в условиях чрезвычайного положения. И при необходимости правительство обратится в Риге Когу с тем, чтобы принят был такой закон. Вот что это может означать на практике? Что даже когда мы победим коронавирус, нам запретят собираться больше двух? Нет, это прежде всего юридический вопрос. Можно будет отменить особое положение в случае, если ограничения можно будет на юридической основе оставить. Потому что сейчас особое положение связано и с полномочиями правительства принимать императивные решения и ограничения. В нынешней ситуации, в нынешней правовой ситуации, если мы отменим особое положение, то государство не сможет требовать соблюдения правила 2 плюс 2. Поэтому сейчас обсуждается такой юридический вопрос, насколько эти правила можно отдельно без особого положения узаконить. Мы сейчас говорили о том, что решил город в отношении своих мероприятий. Скажем, если эти мероприятия будут частными, то как здесь будут действовать городские власти, если вдруг промоутеры, организаторы этих мероприятий не подчинятся правилам? В условиях особого положения и тех ограничений, которые сейчас действуют, эти запреты действуют точно так же на государственном уровне. И прежде всего это решение государства, правительства нашей страны. В то же время мы, как вы обратили внимание, не стали дожидаться пролонгированных решений и приняли свои решения на будущую перспективу, потому что должна быть определенная ясность. Мы по-прежнему надеемся на сознательность наших граждан, на сознательность организаторов. Даже на тот случай, если ограничения будут снецы, то мы все равно понимаем, что большое мероприятие – это риск. Ситуация, при которой у нас опять будет только 20 заболевших, ближайшие в месяце не наступят. И я опять напоминаю, что именно с этого количества у нас началась серьезная вспышка. И, например, организаторы спортивных мероприятий, и потому что они должны заранее планировать, уже многие приняли решение. И на это лето уже отменены практически все крупные международные соревнования. А что касается ношения масок? Два министра нашего правительства, оба членов Центрической партии, я имею в виду Яко Аба и Тави Аса, заявляли о том, что надо заставить всех носить маски везде, когда они куда бы то ни было выходят. Как бы в этой связи сделать доступными маски для населения, чтобы не приходилось за ними стоять в очереди и платить втридорога? Мне кажется, что в качестве рекомендации это, безусловно, разумно. Давайте все будем носить маски и друг друга защищать. Но, во-первых, я сам лично не раз сталкивался, в том числе и в городской системе, что далеко не все знают, как эти маски правильно использовать. И этим надо заниматься, людей нужно учить. И, во-вторых, требовать от людей, чтобы они покупали маски за такие цены, я думаю, никто не имеет права. А самодельные маски — это определенный риск. У людей может возникнуть иллюзия безопасности, хотя самодельная маска — это, безусловно, не гарантия. Мортальный Михаил Кылвард был у нас в гостях. Спасибо. 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 Спасибо.